Музыка 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 111 килограмм Музыка 107 Те кто переживает волнуется за Музыка имеют для этого основания потому что самое неприятное что может с ним быть это если он пропустит удар не забывайте это тяжеловесы могучие ребята с мощным ударом и Маскаев тоже если попадет мы знаем что после этого происходит мы еще помним полет Хасима Рахмана с ринга в публику новый тренер уверял мне что он собрал Маскаева на боксерском жаргоне что он стал Маскаев стал быстрее что он стал лучше защищаться они работают вместе 8 месяцев сам Олег сказал что ему нравится то что делает тренер но вот посмотреть каков он сейчас слишком видно то что делает Олег пока что но он действует в своем стиле на острие на обострении он он тут рядом готов принимать на себя удары да Филдс пропустил удар что дескать давай продолжать надо признать что Седрик Филдс в этом бою выглядит гораздо лучше чем в предыдущем бою с Маскаевым пока что вытерпел этот жесткий правый Маскаева филдс и доволен собой как видите Маскаев 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 в своем стиле идет на обострение Филдс очень собрано себя ведет действует очень разумно должен вам сказать Олег Олег не очень силен в ближнем бою в средней дистанции для того чтобы сильно ударить ему нужно разогнать свой кулак по траектории быть подальше когда мне нужно забывать еще одну вещь Филдс это боксер который умеет терпеть в его боксерском прошлом серьезные бои с серьезными соперниками так что его в общем то смутить пропущенными ударами довольно сложно публика скандирует Маскаев Маскаев в общем бой не из простых получается в углу Филдсен Генри Акинвандэ помните такого боксера он сейчас в качестве секунданта выступает у Филдса нельзя пропускать Олег идет в размен странным образом его удара не оказывает нет никакого впечатления пока что на Филдса да вот это бой настоящих тяжей филдсен 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 уверен в себе если не сказать самоуверен филдсен Олег выглядит усталым вы видели? вы видели? вы видели? вы видели? не точно не точно не точно не точно не точно действует Олег Не забывайте, это 10-ти раундовый бой. Олег, в общем-то, всегда не очень отличался выносливостью. Правда, с волей у него всегда было все в порядке. Он мог перетерпеть тяжелые моменты в бою. Мы помним эти моменты и в бою против Рахмана. Тоже не все просто было. Менеджер Маскаева Денис Рапопорт уверял, что для того, чтобы повысить быстроту Маскаева, они прибегли к специальным упражнениям и часто ставят его со средневесами, чтобы работать на взрыве быстро и так далее. Вот я думаю, не очень-то это повредило, может быть, Маскаева в том плане, что он бить перестал. Раньше звук его ударов был слышен под сводами арены. Олег здорово прицельно бьет справа. Всегда вовремя, всегда старается ударить точно. Никогда не бьет по площадям. Вопрос другой, попадает или нет, но противник ведь тоже не стоит на месте. Я думаю, здесь тактическая ошибка все-таки совершена штабом Маскаева. Филдс явно, конечно, тяжеловат для... того, чтобы держать высокий темп в течение 10 раундов. Значит, очень важно, чтобы Филдс устал. А устал, надо перенести все-таки огонь на туловище было с самого начала, для того, чтобы немножко остановить. Смотрите, комбинация левый крюк, правый прямой в голову, проводит Маскаев, Филдс просто не реагирует. Я думаю, проблема в том, что Олег, в общем-то, что-то утерял. Продолжение следует...